Вести Карачаева Черкесия Президент страны Владимир Путин Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. На их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санитарно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии. Отдельная, важнейшая задача фонда – организация долговременного ухода на дому. Высокотехнологичное партизирование для всех, кто в этом нуждается. Я прошу правительства совместно с комиссией Госсовета по социальным вопросам, по социальной политике, регионами в кратчайшие сроки решить все организационные вопросы. Руководитель региона Рашид Тимрезов принял участие в мероприятиях, посвященных развитию образования, в том числе в рамках исполнения послания президента России Владимира Путина, объявившего этот год годом педагогой-наставником. Рашид Тимрезов, в частности, принял участие в церемонии открытия очередного всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций России «Мастер года». Министр просвещения страны Сергей Кравцов передал флаг всероссийского конкурса «Мастер года» послу эстафеты от Южного федерального округа Елене Ганодской. Это масштабное мероприятие проходит впервые и охватит все восемь федеральных округов Российской Федерации. Рашид Тимрезов принял также эстафету проведения финала всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в 2023 году у нас в Карачаево-Черкесии. В столице Карачаево-Черкесии состоялась торжественная презентация трех книг на языках народов республики – «Карачаевском. Мудрое слово», «Народном языке», «Черкесском. Путеводитель» и «Ногайском. Золотая книга». Общий тираж изданий – 3300 экземпляров. Издания вышли в свет благодаря поддержке регионального министерства по делам национальностей, массовым коммуникациями, печати при поддержке Федерального агентства по делам национальностей России. Книги уже направляются в школы по всем районам и в детские учреждения и библиотеки для того, чтобы оставить свой след в сохранении родных языков народов Карачаево-Черкесии, отметил министр по делам национальности, массовым коммуникациями, печати Карачаево-Черкесии Альберт Кумуков. Проект направлен на воспитание у подрастающего поколения интереса к изучению родных языков, их истории и современности, а также народному устному творчеству. Парламентариями республики расширен перечень направлений, на которые можно будет потратить средства, выделенные на четвертого и усыновленного ребенка, не дожидаясь достижения ими трех лет. Информацию комментирует председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Народного собрания Хасан Хубиев. Вносим изменения, что независимо от срока давности, использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей-инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Черкесской республики. Также с этих средств можно погашать вот эти проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. То есть мы перечень вот этот указываем точно, которые можно использовать, не ждать трех лет, независимо от срока. Карачаево-Черкесия получит 19 миллионов 800 тысяч рублей на поддержку и развитие событий новотуризма. Всего финансирование получат 36 регионов в общем объеме 638 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на организацию фестивалей, праздников и спортивных мероприятий, которые привлекают участников и зрителей со всей страны. Это поможет подобрать наиболее удобные для людей варианты путешествий, повысить популярность внутреннего туризма, стимулировать спрос не только летом или в школьные каникулы, но и в межсезонье. Традиционный ежегодный форум «Махар» получил статус всероссийского. Республика выиграла в конкурсе по отбору площадок для организации проведения федерального конкурса молодежных проектов, а также получения статуса федеральных окружных форумов. Благодаря этому изменению регион получит увеличенное финансирование грантовой площадки. В мероприятии смогут принять участие жители более 30 регионов России. Форум «Махар» проходит на территории Карачаево-Черкесии с 2008 года. В прошлом году он получил статус северокавказского и был реализован Министерством по делам молодежи республики совместно с КЧГУ. Вносим изменения, что независимо от срока давности использовать при покупке товаров и услуг для социальной реабилитации детей инвалидов. Еще на образовательные услуги, оказываемые учреждениями, которые находятся на территории Карачаево-Черкесской республики. Также с этих средств можно погашать вот эти проценты кредитов при строительстве или приобретении жилья. То есть мы перечень вот этот указываем точно, которые можно использовать, не ждать трех лет, независимо от срока. В республике в два тура будет проведена вакцинация от полиамилита. Планируется вакцинировать детей в возрасте от трех месяцев до 10 лет в период с 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля. При этом за месяц до начала первого тура дополнительной иммунизации медицинские учреждения республики прекратили вакцинировать детей, чтобы соблюсти необходимый интервал. Заместитель главного врача Черкесской городской детской больницы Изабелла Тлябичева подчеркнула, что вакцинация является добровольной и перед прививкой ребенка в обязательном порядке осматривает врач-педиатр. Это тяжелое, опасное, инфекционное заболевание, вирусное, которое поражает скелетную мышечную мускулатуру. И опасность еще тем, что паралично вступает не только мускулатура скелетная и гладкомышечная, но и паралич дыхательного центра. Что, конечно же, смерть. Не для того, чтобы пугать родителей, а для того, чтобы имели понимание, что это за заболевание. Единственной мерой предотвратить является вакцинация. В Крачево-Черкесии ситуация по ОРВИ-гриппу соответствует времени года. Уровень заболеваемости тесно связан с сезонными погодными явлениями. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями остается высокой. За прошлую неделю зарегистрировано почти 1 тысяча случаев заболевания. По сравнению с позапрошлой неделей, перерост среди совокупного населения республики стал отрицательным. Показатель составил 36%. Циркуляция полиовируса вновь принимает опасный характер. Прервать его распространение может только дополнительная иммунизация. В связи с этим и планируется вакцинировать детей в Карачаево-Черкесии. И тут принципиально важно, чтобы дети, получившие менее трех доз вакцины от полиамилита или отказавшиеся от нее, были разобщены от привитых, сообщила заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. В школах нет такой архитектурной возможности разъединения детей. Отдельные классы это либо нужно, может быть, сменную какую-то систему вводить. Поэтому решили пойти таким путем. Мы предлагаем детям дистанционное обучение. На базе нашего ЛИПКРУ есть возможность, есть оборудована студия, которая может вещать на всю республику. И без ущерба для образовательных организаций мы предоставляем самых лучших учителей, это мы можем гарантировать. Буду сейчас говорить о детских садах. Каждый муниципалитет вырабатывает, ну скажем, свой взгляд на эту ситуацию. Поясню. Есть наши садики, все построены таким образом, что они имеют возможность изолировать группу. Мы предложили организовать такие группы в каждом детском дошкольном образовательном учреждении. Но есть маленькие садики, поэтому мы предложили перейти в другой садик, где такая группа есть. И третий вариант тоже в согласии родителей или законных представителей, когда ребенок, родители говорят, мы посидим просто этот период дома. В этом году благоустройство коснется 12 общественных и 56 дворовых территорий в 16 муниципалитетах. Будут установлены детские, игровые и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также уличное освещение, лавочки и урны. Одна из 12 общественных территорий – Центральный парк в Усть-Джгуте, победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Его строительство планируется начать в текущем году, оно должно завершиться до конца 2024 года. Еще один победитель в этом же конкурсе – парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в Карачаевске. Откроется уже в мае этого года. Компания «Россети Северный Кавказ» в 2023 году направит на обновление оборудования на подстанциях в Карачаевой Черкесии 34 миллиона рублей. За счет этих средств планируется обновить около 200 единиц основного оборудования на 9 подстанциях. Зарегистрировать статус индивидуального предпринимателя или юридического лица можно без посещения налогового органа и уплаты госпошлины в многофункциональном центре. Информацию комментирует начальник отдела регистрации учета налогоплательщиков номер 1 Управления Федеральной налоговой службы России по Карачаевой Черкесии Эмилия Тимирезова. Подавая документы на государственную регистрацию через многофункциональные центры, вы экономите от 160 до 4000 рублей в зависимости от вида регистрации. Госпошлина не требуется, когда документы направляются в электронном виде, на регистрацию юридических лиц, изменения вносимых учрительные документы юридических лиц, также на регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, регистрацию прекращения физическими лицами деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, кроме регистрации ликвидации юридических лиц, а именно политических партий, их региональных отделений, общероссийских общественных организаций, инвалидов и их структурных подразделений. Результат государственной регистрации заявитель получает удобным для него способом лично в отделении многофункционального центра, а также на адрес электронной почты. Напомним, что есть и другие способы регистрации бизнеса без посещения налогооргана. Например, при наличии у заявителя усиленной квалифицированной электронной подписи можно направить документы в электронном формате в налоговый орган через сервис государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru. В этом случае государственная пошлина также не оплачивается. На какие меры поддержки могут претендовать предприниматели Карачаева Черкесии? Какая помощь оказывается самозанятым гражданам региона? Более подробно о планах на этот год сообщил начальник Центра поддержки предпринимательства Беслан Карданов. В этом году мы планируем увеличить количество софинансирования для помощи нашим предпринимателям выхода на электронные маркетплейсы. То есть, если в этом году это было несколько человек всего, в следующем году мы планируем уже несколько десятков. Все, что связано с тем, чтобы именно выйти туда, это личный кабинет, это фотографии, это сертификация, все, что связано с тем, чтобы выйти именно на маркетплейсы и торговать уже для более большого количества. Мы и проводим обучение по маркетплейсам, по работе, по работе в личном кабинете на маркетплейсах. Мы также планируем увеличить количество обучения предпринимателей, которые будут планировать получить грант. То есть, мы в прошлом году проводили одно такое обучение, школу и азбуку. В этом году планируется провести два обучения. Старшее поколение Карачаева Черкесия может принять участие в вебинарах по финансовой грамотности Банка России. Весенняя сессия продлится до 21 апреля текущего года. Обучение проходит в форме бесплатных дистанционных занятий, на которых лекторами выступают эксперты финансового рынка. Представители старшего поколения узнают, как использовать современные онлайн-технологии, какие правила нужно соблюдать, чтобы не попасться на уловки мошенников, а также научатся выбирать выгодные финансовые инструменты. Артисты Карачаева Черкесия отправились в зону проведения специальной военной операции, чтобы поздравить с Днем Защитника Отечества солдат и офицеров российской армии концертом живой музыки. Для военнослужащих были организованы выступления вокалистов на языках пяти братских народов республики. В подарок к празднику артисты привезли не только любимые песни, но и гуманитарный груз из предметов первой необходимости. Причем сформирован груз за счет средств, собранных на благотворительных концертах в Карачаево-Черкесии. Государственная национальная библиотека Карачаева-Черкесии имени Хальмат Байрамуковой готовится выпустить в свет обновленный справочник, рассказывающий практически обо всех литературных деятелях нашей малой родины. На страницах уместилось более 300 имен, начиная с народных певцов, исказителей до письменного периода и заканчивая молодыми писателями. Прочитать книгу в электронном варианте можно будет в ближайшее время на официальном сайте библиотека 09.ру. Комментирует информацию библиограф информационно-библиографического отдела библиотеки Талегюль Межева. Были замечательные писатели в советские годы, которые внесли большой вклад в свою литературу, работали в редакциях газет, были членами Союза журналистов, но почему-то они либо сами не позаботились, не были членами Союза писателей СССР, потому что они действительно писали хорошо и оставили наследие прекрасное. Мы их тоже включили. Начало весны 2023 года знаменовано рядом важных событий, которые коснутся каждого жителя России. В частности, с 1 марта изменится состав сведений путевого листа и порядок его оформления. Новый приказ Минтранса страны вводит слегка измененные по сравнению с тем, что было раньше, состав сведений путевого листа. Исключены наименования и номер путевого листа и добавлены сведения о том, кто составлял путевой лист. С марта начнут уничтожать и персональные данные сотрудников. Электронные акты об уничтожении персональных данных сотрудников равнозначны документам на бумажном носителе. Их нужно хранить три года вместе с выгрузкой из журнала регистрации событий. Кроме того, с 1 марта вводится маркировка велосипедов и велосипедных рам. Вместе с тем начинается обязательная регистрация никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина в системе маркировки. Младшеклассники Корочеева Черкесии смогут освоить криптоискусство со смешариками. МТС и анимационный сериал «Смешарики» запустят бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству в рамках федерального пологотворительного проекта МТС «Поколение М». Онлайн-курс позволит детям познакомиться с технологией NFT, сделать первые шаги в IT-сфере и создать собственный арт-объект в 3D-формате. Курорты Корочеевой Черкесии за февральские выходные приняли более 60 тысяч туристов и экскурсантов. С 23 по 26 февраля включительно Домбай посетило 25 420 туристов. Всесезонный туристко-рекреационный комплекс «Архэз» 36 833 человека. Абсолютный рекорд был поставлен в «Архэзе» 24 февраля. В этот день курорт принял 11 720 гостей. Курорты нашей республики традиционно пользуются большим спросом на февральские праздники. Номерной фонд был забит на 100% на обоих курортах. Востребованными у туристов были также Тибердинский национальный парк и Медовые водопады. Новороссийский прошел турнир по греко-римской борьбе памяти погибших на Малой земле. Несмотря на свой юный возраст, наши спортсмены мужественно и достойно выступили, показав отличные результаты. Это воспитанники спортивной школы номер 5 Черкеска, Назар Киков, Азамат Нахушев, Алим Гугов и Адам Остежев. И в завершении выпуска послушайте информацию. Внимание, жители республики! В период времени с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут 1 марта будет проведена проверка оповещения населения при передаче сигналов в эфир средствами цифрового телевещания. Сигнал будет передан путем кратковременного перерыва телевещания на отдельных телеканалах речевым сообщением на фоне логотипа МЧС России. Внимание, внимание! Техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка системы оповещения. Просим граждан республики сохранять спокойствие. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 14,19, в горах местами до плюс 10. В горах Карачаевой-Черкесии сохраняется лавиноопасность. В Черкесии без осадков ветер южной четверти 3,8 метра в секунду. А столбик термометра поднимется до 19 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!